Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в Сакуру Бич в этом 2016 году. Я вас поздравляю с наступлением этого года, желаю вам всего самого наилучшего и побольше вам Сакури Энджелс, Сакури Спирит Фэнтези и поменьше Бич. Итак, в конце концов я отправился обратно к дому. Но время шло, и до сих пор не было никаких сообщений от кого-либо из них. Помните, они не оправдали свои надежды, что он поймет, почему они такие горячие, теплые, неравнодушные к нему. Они разошлись все в разные стороны, чтобы встретиться через 10 тысяч лет до нашей эры, будучи какими-нибудь вонючими, грязными динозаврами в луже, такие... Ба-а-а-а! Сейжи! Это ты! Уа-а-а! Да, хочешь банан? Ну, короче, так как-то... Я бы не спрашивал их, если бы знал, что это расстроит их так сильно. Иногда я действительно ненавижу себя. Потратив немного больше времени на то, чтобы подумать, прежде чем сказать. И все было бы намного лучше. Но я не могу просто сидеть здесь и киснуть. Я должен найти их и вернуть домой, даже если они этого не захотят, даже если они не будут дышать, даже если меня посадят в тюрьму, а лучше бы не посадили. Черт, я должен был быть намного осторожнее с тем, что говорю. Я не думал, что спрашивая их, я огорчу их так сильно. Она ответила. Я моментально почувствовал облегчение. После я прочитал его. Сообщение ему ответили. «Я в порядке. Я на утесе». Когда девушка говорит, она «в порядке, на утесе», это правда означает, что все хорошо. Вода смягчит падение. Холод пробежался по моей спине. Я о том же. Обычно, когда она пишет мне, она едва обращает внимание на орфографию. Тот факт, что она сказала что-то настолько коротко и настолько правильно, оно должно быть в абсолютно бешенстве на меня. Я должен немедленно извиниться перед ней. Попробую то же самое с Аюми. Она тоже ответила. «Занимайся своим делом, дурак». Ну, в этом все Аюми. Я думаю, я должен сначала найти ее. Почему мне даже не предложили выбора? Сакура Бич, так мало выбора. Просто создатели выпустили эту какаху, чтобы мы сами почувствовали, что такое быть рабом, когда нет выбора, и тебя просто направляют и тыкают, как маленького котика в какашке и пипиське, чтобы он не писал и не какал на диван, на подушку, на стол, на кресло. Господи, Жиза. К моему облегчению я увидел Аюми в парке, сидящий на одной из многочисленных скамеек. Я не уверен, как я должен к ней подойти. Ногами, вероятно, хотя можешь встать на коленке и подползти, сказать «Ах-хаф!» Просто веди себя, естественно. Второй вариант подходит. Сделай все возможное, чтобы улыбаться. «Аюми!» Она посмотрела на меня. «Сейджи». Я надеюсь, ты здесь, чтобы извиниться. Я не понимаю, что я такого вам сказал. Просто поговори со мной. Я не хотел тебя расстраивать. «Ах, Сейджи!» Я знаю, что ты никогда не хотел обидеть ни одну из нас. Ты неуклюжий, неловкий идиот, но так или иначе, ты не бесердечен. Но ты действительно не понимаешь сердце девушки. Поэтому я и спрашиваю тебя, что я сделал не так. Я дурак, признаю это. Так выручи же этого дурака. Возможно, вы обе так боитесь того, что я оставлю вас, как в прошлом? Это то, что вы пытаетесь мне сказать? Возможно. Но так и со всем, что с тобой связано. Я знаю куда больше того, чем ты думаешь. Ты всегда пытаешься спрятать свою собственную боль. В течение нескольких месяцев ты был сам не свой. Разве? Я даже не заметил. Почему ты думаешь, я не был самим собой? Обычно, когда мамок дразнит тебя, ты становишься красным, как закат. Ты по-настоящему застенчивый человек. Она оглянула в сторону горизонта, тоскуя об этом. Сейчас все, что ты делаешь, это улыбаешься и киваешь. Будто ты едва понимаешь, что происходит вокруг тебя. Откинувшись на скамейки, она подняла взгляд вверх на звезды, которые медленно появлялись на оранжевом небе. Сейчас ты в каком-то другом месте. Я не знаю, где может быть где-то между северной медведицей и полисом Ориона, зная тебя. Но где бы ни было это место, ты едва отсюда. В сказанном Айюме не было никакого высокомерия. Она была полностью откровенна со мной о том, что она чувствует. Разве ты не чувствуешь этого? Разве ты не чувствуешь, как медленно уносишься куда-то? Я? Это то, о чем говорила мамока? Эта поездка была нашей первой встречей за несколько дней. Ты жертвовал всем своим временем на свои мечты. Но если я не буду жертвовать, как тогда я достигну этих мечт? Мечты, мечты, мечты. Мачты. Аааа, пора вздернуть этого, бедолагу, на мачте. Вопрос не в том, сколько ты готов отдать за нее. Вопрос в том, получишь ли ты то, что хотел от этой мечты. Ты когда-нибудь думал о том, то ли это, чего ты действительно хочешь? Конечно, это то, что я хочу. Иначе бы зачем я так много старался ради этого. Так ли это, Сэйджи? Взглянул ли ты глубже? Или что-то заставляю тебя делать это? Это то, что я пытаюсь до тебя донести. Я не знаю, почему это такая большая проблема. Но лучше себе, девчонка, посторониться от моей мачты, мечты. Мачты, мечты. Оу, еее. Множество учеников ничего не делают, кроме того, как отдают свое время учебе. Разве нет? С тобой не совсем то же самое. Почему это не то же самое? Потому что ты ведешь себя так, как когда мы в первый раз с тобой познакомились. Я признаю, я был проблемным ребенком. Много всего случилось. Но это же не повод винить за то, что произошло в лесу с дедушкой. Нами двоими, четырьмя. Но я думаю, иногда прошлое возвращается к тебе странным образом. Что-то случилось. И что бы это ни было, это ведет тебя по этому пути. Ты должен решить, то ли это, чего ты хочешь от жизни Если ты пожертвуешь всем ради амбициозной мечты Никто не скажет тебе, что ты можешь потерять, если ты это сделаешь И ты не можешь знать, будет ли это мечта, которая просто оставит тебя пустым Желания, подобные твоим, не из тех, которые так просто удовлетворить Стать космонавтером Я сомневаюсь, что когда ты достигнешь места, в которое хочешь попасть Ты не обернешься назад со скорбью Но я не настолько умен, чтобы оборачиваться Единственное, что я могу сделать, это уделять больше времени на выполнение чего-то Вот почему сейчас я уделяю учебе так много времени Я клянусь, что мы проведем намного больше времени, когда экзамены закончатся Ты правда клянешься? Или это будет продолжаться только до следующего экзамена? И после экзаменов демоны ходят быстрее, чем ты можешь бежать, Сейджи Не важно, что ты делаешь, знай, что я сделаю все, что смогу, чтобы быть рядом, когда ты нуждаешься во мне То есть она сказала, что фактически она демон, который преследует его и мучает Но если ты продолжишь убегать, возможно, однажды я споткнусь, когда буду бежать за тобой И после ты исчезнешь с горизонта После этих слов она обернулась в сторону моря В последнее время что-то причиняет тебе боль, Сейджи Не стоит скрывать это Я знаю тебя почти так же долго, как знаешь себя Что бы это ни было, это то, что заставляет тебя прятаться от нас Я уже достаточно прикидывалась дурочкой Так что ты можешь прятаться за этими улыбками и вежливыми словами Но правда не может быть скрыта Ты опять говоришь, как супергерой Может быть Но это не делает то, что я сказала, менее правдивым Наконец она поднялась со скамейки и потянулась Я пойду обратно в отель Не думай, что это конец, Сейджи После того, как мы уедем отсюда, мы поговорим об этом Я понимаю Она кивнула и ласково улыбнулась Я полагаю, я могу простить тебя в этот раз, дурак После этого она медленно ушла Я думаю, это конец пока что Однако мне все еще нужно найти Мамоко Найдешь ее обмякшее тело на пляже Нет? После разговора с Айоми я вернулся к утесу Знает ли Мамоко дорогу к моему секретному месту? Я почти уверен, что она стоит там и наблюдает за закатом Мамоко, с тобой все в порядке? Сейджи, я в порядке Она обернулась на рябящий океан позади нее Сейджи, я бы правда хотела, чтобы ты увидел меня Но я вижу Нет, ты не видишь Ты совсем меня не видишь Вот почему я боюсь, что однажды ты исчезнешь Ты так занят своими мечтами и достижением этих грандиозных вещей Она опять ту же телегу, что и Айоми заплела Черт этих бабы Но ты все еще не видишь меня Я не понимаю Я знаю, что ты не понимаешь Поэтому и говорю такую лабуду, чтобы лапша у тебя вскипела на ушах А потом мы заправили бы ее яичком и съели как прекрасный, прекрасный рамен Это и ранит больше всего Она подошла ко мне и прислонилась к моему плечу Ты очарователен, Сейджи Вне зависимости от того, как много ты не видишь вокруг себя Я не могу перестать чувствовать к тебе то же самое, что и всегда Чувствовать ко мне? Что ты имеешь в виду? Она покачала головой Что-то в ней выглядело очень одиноко Очнись от этого сна, Сейджи Я знаю, что ты ищешь ответ здесь, среди звезд Не ищи там того, что ты хочешь Вместо этого взгляни сюда Да, детка? Я говорю это не потому, что хочу остановить тебя Или еще что-то Я говорю это потому, что я не хочу, чтобы ты достиг этой вершины Не найдя там того, что ты действительно хочешь О чем она говорит? Просто, я просто Она изо всех сил пытается найти подходящие слова Есть что-то, что ты нам не сказал? Ты сам на себя не похож В течение нескольких дней ты едва говорил с нами Пожалуйста, Сейджи, что тебя беспокоит? И почему ты отталкиваешь нас из-за этого? Я не знал, что отталкиваю вас Спасибо, что сказали Мне просто нужно какое-то время, чтобы подумать Подумать о чем? О чем ты не можешь мне сказать? Я знаю тебя уже так долго, Сейджи Так почему ты не можешь сказать мне об этом? Просто это... просто это сложно Разве когда-нибудь с тобой было просто? Она приблизилась ко мне, положив одну руку мне на щеку Очаровательный, глупый Сейджи Ты куда более сложная головоломка, чем кто-либо мог предположить Деду и в голову не приходило, что ты будешь таким засранцем тупоголовым Хотела бы я знать, куда складывать эти кусочки Но только ты можешь сделать это для меня Когда ты, наконец, наберешься мужества, чтобы поговорить Я буду рядом, как и всегда Она убрала свою руку, глядя в сторону океана Кажется, кто-то подслушивает А Йоми выскочила из-за кустов Я просто хотела убедиться, что не случилось ничего странного Абсолютно ничего странного Суть того, что эти двое хотели донести до меня Это то, что я могу пожалеть, что учусь так усердно Может быть, они и правы? Так же они и правы по поводу того, что кое-что случилось Но я все еще не хочу говорить об этом Что они заставили меня понять Так это то, что случившееся повлияло на меня больше, чем я признавал В конце концов, я пытался выбрать отрицание правды В итоге, это не сработало Единственное, что сказала Йоми Если я не изменю свое мышление Изменюсь ли я когда-нибудь Буду ли просто продолжать идти до конца моей жизни в этом темпе? Брошу ли все, просто чтобы сдать следующий экзамен? Следующее поручение, чтобы получить продвижение Мне есть о чем подумать Эй, я... Они страстно сомкнули свои губы вместе Их спелые, но они прижались друг к другу Спелые Они стояли там еще очень долго Со временем этот поцелуй становился все более и более похотливым Я клянусь, что они используют свои языки Возможно, парочка у каждого Это выглядит почти как сцена из романтического фильма Когда я смотрел вниз, я не мог заметить, где земля Потому что мой пенис уткнулся мне в лицо Где двигались их руки? Это... это слишком, чтобы смотреть на это Что ты сказал, Сейджи? Что-то не так? Как они могут вести себя, как будто ничего не произошло? Почему Айюми присоединилась к этому розыгрышу? Мамаха окончательно разрушила ее мораль? Вы... вы двое? Почему вы... Что-то не так, Сейджи? Ты весь красный Я не просто не могу продолжить Я просто не могу продолжить читать Я смотрю на это и просто не могу продолжить читать Ух! Они немедленно вернулись к тому Отчего я их прервал Они правда делают это? Я... Есть редкие моменты с этими двумя Когда я теряю дар речи Это один из них Сейджи! Мамока говорила со мной с соблазнительным тоном Что ты там делаешь, Сейджи? Лучше поучаствовать в этом Чем просто смотреть О-хо-хо! Но он слишком тупой и не поймет этого Если ты просто будешь оставаться в стороне Всю свою жизнь Ты никогда не будешь жить по-настоящему Лови момент, Сейджи! Даже в такой ситуации Юми Находит момент, чтобы... Даже в такой ситуации Юми Находит момент, чтобы прочитать мне мотивирующую речь Нет, мне и здесь хорошо, спасибо Ой, дурак! Ой, дурак! Ох, жизнь коротка, Сейджи! Есть моменты, когда ты должен попробовать что-то новое Так вот из-за чего все это? Попробовать что-то новое? Что они... Я даже думать нормально не мог Несмотря на все мои усилия Я не мог перестать смотреть на их губы Они растянули липкую нить между своими ртами Это прекрасно! Ты права! Это было бы еще лучше Если бы был кто-то третий Именно! Что ты делаешь там до сих пор? Идиот! Слушай, я в порядке Вы продолжайте, пожалуйста Не останавливайтесь Я просто только что вспомнил, что мне Кое-что нужно сделать Я должен убираться отсюда Моей голове нужно дать время остыть Уйдиот! Точки, 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 друзья На этом все Потрясающее первая серия Наполненная всем, чем можно Но самым главным Я уверен, что это излечит только лоботомия Только лоботомия поможет Сейджем Стать немножко адекватнее Ставьте лайк, если вам нравится Сакура би-и-ич Пока! Надеюсь у вас все хорошо И увидимся в следующем видео Пока-пока!